МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. ВЫСТРЕЛ Боевика, который готовился к теракту, уничтожили в Дзербенском районе. Все подробности сегодня в выпуске. Машины Махачкалы попали под власть стихии. Сильный ветер сметает все на своем пути. Стройка общепит рынок. Самые распространенные места работы мигрантов. Около 150 человек, нелегально пребывающих в республике, выявлено в Дагестане. Улыбка судьбы или удачный билет. Жительница Дагестана выиграла в лотерею 2,5 миллиона рублей. О том, куда женщина потратит немаленькую сумму, смотрите в сюжете наших респондентов. Вооруженный боевик убит в Дагестане. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. Силовики штурмовали дом в поселке Белиджи Дзербенского района. Отказавшись сдаться властям и сложить оружие, бандит открыл огонь по силам правопорядка и в ходе перестрелки был нейтрализован. На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы, а в оборудованном тайнике готовые к использованию пояс-смертника и ведро, начиненное взрывоопасными веществами. Личность нейтрализованного бандита установлена. Освободившийся недавно после отбывания наказания за незаконный оборот оружия, он готовился к террористическому акту в городе Цербент. Из-за сильного ветра 38 населенных пунктов Дагестана остались без света. Проблемы с электроснабжением возникли у семи районов республики. Ну а в столице ветер сметает все на своем пути. Деревья, строительные материалы и не только повредили автомобили. Жертв и пострадавших нет. Отметим, ветер достиг скорости 25 метров в секунду. МЧС рекомендует жителям и гостям республики находиться как можно дальше от строительных объектов, линии электропередач, рекламных счетов и баннеров, а также деревьев. Но не только природная стихия сегодня стала виновницей чрезвычайных происшествий в республике. В Каспийске обрушился балкон многоквартирного дома. Жертв нет, но три автомобиля оказались разбитыми. Что стало причиной разрушения, неизвестно. У нелегальных перевозчиков в Махачкале будут арестовывать транспорт. Данная практика войдет в действие в ближайшее время по инициативе управления государственного автодорожного надзора и администрации Махачкалы. Арестованный транспорт будет перевезен на специальные площадки. Отметим, с начала 2019 года за незаконные пассажирские перевозки в Махачкале наложено штрафов на общую сумму 1 млн 350 тысяч рублей. Около 150 нелегальных мигрантов выявили в Дагестане. Оперативники проверили пять адресов и лишь у единицы нашли разрешение на работу. Среди них работники теплиц, строители, а также официанты с поварами. Подробнее в сюжете Пасимат Ханаповой. На одной из строительных объектов Хасавюрта все спокойно. До тех пор, пока рабочий день не прерывают сотрудники миграционной службы. Их цель – проверить законность и пребывание иностранцев на территории России. Здесь выявили около 20 граждан Азербайджана. Лишь у единицы имелись разрешения на работу. Они по одному приглашению заезжают в одну субъект, в Москву заехали. А потом они растворяются по всей России, их годами ищут. Поэтому в Дагестане созданы самые лучшие условия России. Экзамен за один день сертификат дают. Цена намного ниже – 2 900. Медицинские справки, которые недельными бегали эти мигранты, получают за один день. Все условия созданы, и никто никого не ущемляет. Строительные объекты, пункты общественного питания и рынки остаются по-прежнему самыми распространенными местами для работы иностранных граждан. Так, в тепличных хозяйствах Нагайского района работали 88 человек из Узбекистана и около 40 из Китая. В Дагестане как оказались? Я 6 лет назад приехал. Куда? В Дагестан? Да. 6 лет назад. С вами кто? Сколько человек еще работал? Да. 80 из Узбекистана работали. И? И немножко Китайцы здесь. Сколько было Китайцев? Так, 40 человек здесь. Здесь овощи 40. 40. Нет. Все вы из Китая вместе приехали, да? Нет, нет. Вместе с вами сколько человек приехало? 5. 5 человек, да? Да. А они откуда все? Назвные. Назвные. Местные не одинаковые, где-то Покитайцы. Реты также проводились и в других городах и районах Дагестана. В общей сложности составлено более 150 административных протоколов. Незаконным мигрантам грозит выдворение и запрет на въезд в Россию сроком на 5 лет. Патимат Ханнабова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Новости 24. Больных в Дагестане стало больше. Около 5 тысяч случаев заболеваний ОРВИ зафиксировано Роспотребнадзором в республике. Тем временем циркуляция вируса выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Только в Махачкале за последнюю неделю насчитали более полутора тысяч больных. Отметим, в Дагестане в ходе подготовки к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ было привито более 1 миллиона человек. Одним миллионерам в Дагестане стало больше. Жительница села Тукитаха Савертовского района выиграла в лотерею 2,5 миллиона рублей. Судьба улыбнулась 42-летней Чакар Гамзатовой. На что счастливая обладательница выигрышного билета потратила эти средства, расскажет моя коллега Зумруд Гамидова. Вообще не было никаких условий для коров. Сейчас это новое построила, сейчас хорошо. Это хозяйство Чакар Гамзатова держит уже более 20 лет. Небольшое стадо из пяти коров. Выигрыш пришёлся женщине как нельзя кстати. У семьи появилась возможность расширить свой хлеб. Она построила новый коровник, привела в порядок сеновал. Признаётся, что никогда не рассчитывала на такую удачу и поначалу не верила, что стала обладательницей столь крупного выигрыша. Мы даже не поверили, что это правда. Мы даже не поверили, поэтому никому не сказали. Не уверены были, пока деньги не придут вообще. В коровнике не хватало стен. Что уж говорить о дверях и окнах. На выигранные деньги Чакар привела в порядок подсобные помещения и пристроила кладовку. Так понемножку всё и наладилось. Оставшуюся часть денег вложила в жильё. Женщина приобрела квартиру. Я давно хотела, но денег не было для постройки сарая, для коровника. И когда эти деньги пришли, я... Ну, коровник... Вообще условий не было там для коров. Развалены были, крыша протекала, вообще никаких условий там не было. Мы разрушили старую, старую коровник, старый коровник и вот построили новый большой. Заветный билет выиграла, приобретя его в почтовом отделении. Она покупает их уже много лет подряд. Говорит, скорее по привычке. И вот, наконец-то, повезло. С 2000-го года, 2001-го года я покупала вот эти билеты. И там были... Сначала, когда я покупала, жилищные билеты были. Жилищные лотереи. Вот эти покупала. И другие тоже покупала. Ну, не было крупного выигрыша, только мелкие, 100 рублёвки там. После случая с Чакар лотерейные билеты стали просто раскупать. Только под Новый год было продано около 1000 билетов. И это в небольшом селе с численностью 800 человек. После этого случая билеты начали расхватать. Не побоюсь этого слова. Не то, что раскупать, расхватать начались. Потому что все перекутания эти хозяйства приходили, которые газ так выплачут. Вот. Они говорили, мы за лотерейные билеты там пришли. И по 10 штук, по 15 штук, по 5 штук по разному брали. Маленькие дети, школьники приходили даже и покупали детей. Уже в ближайшее время в хозяйстве Чакар планируется пополнение. Проблем с кормом, по словам хозяйки, не будет. Денег хватило, чтобы сделать достаточно запаса сена. А вот будет ли она продолжать играть в лотерею, Чакар не знает. Говорит, что жизнь уже и так изменилась в лучшую сторону. Между тем, в селе Чакар прозвали завидной невестой. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасывиртовский район. Сохранение родного языка. Именно с этой целью редакцией Лизги газет была проведена Олимпиада среди школьников по лизгинскому языку. В ней приняли участие ученики школ Махачкалы и Каспийска. Мероприятие проходило на базе Махачкалинской школы номер 59. В ходе Олимпиады ребята должны были выполнить различные задания. А это тестирование, сочинение на тему «Мой любимый писатель» и «Диктант». Победители наградили денежными призами и книгами. Также ученики и их преподаватели были награждены почетными грамотами. В настоящее время в национальных газетах не хватает квалифицированных, владеющих родным языком специалистов. Мы, проводя эти Олимпиады, хотим среди участников выделить таких грамотных, хороших учеников. Если у них появится желание продолжить учебу на филологическом факультете, мы также готовы оказать помощь, хотим привлечь их на работу в национальных газетах. И к новостям спорта. Дагестанские армрестлеры выиграли шесть медалей на молодежном первенстве России. Соревнования с участием более 500 спортсменов из 40 регионов страны прошли в подмосковном Чехове. В активе подопечных Абдуллы Эльдарова одно золото, три серебра и две бронзы. Единственную награду высшей пробы завоевал Равиль Тагербеков, выступающий в весе до 55 килограммов. Победитель турнира весной в составе сборной России отправится на первенство Европы в Грецию. Дюдеисты Махачкалы на татаме оказались не слишком гостеприимными. На первенстве Дагестана, прошедшем накануне в столице республики, хозяева выиграли 10 золотых медалей. Ежегодный турнир был посвящен памяти воинов-интернационалистов и 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Схватки в 14 весовых категориях продолжались в течение двух дней. Вслед за махачкалинскими мастерами борьбы в командном зачете расположились хасавюртовцы. У них два золота. По разу на высшую ступень педестала поднимались дюдеисты из Дербента и Буйнакска. Следующим стартом для дагестанских спортсменов станет первенство России среди молодежи. Подготовка к соревнованиям уже началась. Турнир пройдет в начале марта в Екатеринбурге. Четыре золотые, медали пять серебряных и десять бронзовых. Таков урожай завоеванный сборной Дагестана по вольной борьбе на соревнованиях в Нальчике. Там сегодня завершилось юниорское первенство СКФО. Чемпионами в своих весовых категориях стали махачкалинцы Бекхан Мислиханов и Зайнудин Абдуразаков, хасавюртовец Загир Шахиев и Рашид Абдурашидов из Кизляра. Спортсмены, занявшие с первого по пятого места, отправятся в подмосковный Нарафа-Минск, где в апреле пройдет первенство России. Таковы были новости. К этому часу еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова